Космодром Байконур 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 Хотя ракета взлетела успешно, впереди еще много испытаний и эмоций. Несколькими часами позже в Центре управления полетами в Москве царит напряженная атмосфера ожидания, поскольку аппарат готовится к сложному маневру в космосе. Разгонный блок «Бриз-М» включит двигательную установку четыре раза, чтобы вывести межпланетную миссию на нужную траекторию, прежде чем отделиться от станции. Речь идет о взрыве, пусть и контролируемом, так что всегда существует определенный риск. Отделение прошло в соответствии с планом. Теперь очередь Европейского космического агентства проверить, все ли функционирует хорошо. Мы осуществляем все необходимые проверки аппарата, убеждаемся, что он находится под полным контролем. В течение следующих недель мы начнем тестировать все инструменты, все оборудование аппарата, а также антенну для связи с Землей. Мы проверим все. А потом, после этих проверок, наш аппарат отправится дрейфовать дальше, пока не наступит время окончательных корректировок, чтобы направить его к Марсу. Это первая из двух миссий «Экзомарс». Она посвящена изучению атмосферы, поискам метана и доставке на поверхность Красной планеты тестового модуля. Специалисты со всего мира, занимающиеся изучением Марса, пристально следят за новостями «Экзомарс». Наш собеседник работает во Франции, в Лионском университете. Его интересует тайна присутствия метана, который в небольшом количестве был найден на Марсе. Из всех газов нас больше всего интересует метан, потому что в атмосфере Марса он не является устойчивым. Стабильным в атмосфере Марса является двуокись углерода. Мы знаем, что выделяемый метан в течение пары сотен лет трансформируется в двуокись углерода. Обнаружение метана там означает, что Красная планета выделяет его прямо сейчас. Исследователи попытаются выяснить, где именно на Марсе выделяется метан и сравнят информацию с новыми картографическими изображениями, которые обеспечат им аппарат миссии «Экзомарс». Для меня, человека, изучающего поверхность Марса, первоочередный интерес представляет камера Кассис, сконструированная в Берне. Эта камера позволит сделать цветные снимки с невиданным до сих пор разрешением. Можно будет получить очень точное изображение рельефа местности, прекрасного качества и четкости. Эти же снимки обещают дать новый виток дебатам о присутствии соленой воды в определенных районах Красной планеты в определенные периоды времени. На Марсе ведь не обнаружили жидкой воды, зато нашли следы соли, которые могли быть когда-то оставлены водой. Мы не имеем в виду, конечно же, поваренную соль. Речь идет скорее о веществе, которое схоже с тем, которое добавляют в воду для изготовления отбеливающих составов, хлорированных смесей. То есть этот элемент не очень благоприятен для жизни. По плану в октябре этого года при подходе к Красной планете аппараты «Экзомарс» разделятся на двое. Основная часть останется на орбите, а десантный модуль «Скиепарелли» направится к поверхности Марса, который может показаться похожей на Байконур. Однако она гораздо суша и холоднее. Именно отличие поверхности Марса от поверхности Земли и изучит «Скиепарелли». Наличие в нашем распоряжении модуля, который пройдет через всю атмосферу, позволит нам сделать точечные замеры параметров атмосферных слоев Марса. Они лягут в основу моделей, которые мы разработаем для изучения климата на Красной планете. Одновременно высоко на орбите свои замеры атмосферных показателей будут осуществлять спектрометры. Один из них разработан Олегом Кораблевым. Наш прибор непосредственно предназначен для измерения малых атмосферных газов методом измерения излучения Солнца, которое проходит через атмосферу Марса. Все эти многочисленные и разнообразные измерения позволят ученым собрать достаточную базу данных для ответа на главные вопросы. Есть ли жизнь на Марсе сегодня и была ли она там когда-либо? Можно считать эту планету мертвой, но на ней что-то происходит. Причем в изменениях задействована вода, которая может быть первым элементом жизни. Планета не выглядит гостеприимной, но это не значит, что жизни там нет. Если метан присутствует там в достаточном количестве, его можно увидеть на месте, это еще не подтверждает его биологического происхождения. Должен признать, что я в известной степени скептик, и я бы не возлагал надежд на версию присутствия на Марсе жизни. Давайте попробуем быть объективными. Вот и все на сегодня. Вы можете познакомиться со всеми выпусками программы направления Марс на нашем сайте. Оставайтесь в курсе космических новостей. В следующем месяце мы узнаем, как спутниковые технологии видоизменяют спасательные и поисковые работы. До встречи.